МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Ненинского округа Александр Цибульский подписал распоряжение, которое устанавливает сроки навигации на маломерных судах в 2019 году. С 18 мая навигация открылась на судоходных водоемах, расположенных на территории Канинского, Омского, Пешского, Шоинского и Тиманского сельсоветов. С 1 июня навигация откроется на судоходных водоемах, расположенных на территории Нарьинмара, поселка Искателей, Андикского, Великовисочного, Коткинского, Малоземельского, Приморско-Куйского, Пустозерского и Тельвисочного сельсоветов. С 15 июня на судоходных водоемах, расположенных на территории поселка Амдерма, Карского, Колгуевского, Хариверского, Хаседохарского и Юшарского сельсоветов. Вице-губернатор, курирующий вопросы в сфере образования, совместно с руководством окружного профильного департамента продолжают рабочие поездки по населенным пунктам региона. В минувшую субботу делегация посетила села, находящиеся в пограничной зоне Шойную-Несь. Тему продолжит моя коллега Ирина Никешина. Одна из проблем, которая волнует жителей Шойны – отсутствие жилья. Об этом на встрече с представителями окружного профильного департамента рассказали педагоги сельской школы. Здание, которое было построено, это расселили аварийные дома работникам школы. Не было выделено там ни одной квартиры, поэтому у нас есть проблема с жильем для педагогов. И в том числе для приезжих? Ну да, может поэтому мы мало приглашаем приезжих, больше стараемся здесь как-то выкрутиться, потому что поселить негде. Нужна в Шойне и новая школа. Существующее здание, в котором также располагается интернат, скоро перешагнет 90-летний рубеж. Сегодня здесь учатся 49 ребят. При этом 13 из них проживают в пришкольном интернате. В свободное от учебы время дети спешат в сельский дом культуры. Здесь под руководством наставников реализуют свой творческий потенциал. Дети занимаются у нас в основном вечернее время, после школы, когда их досуг в школе заканчивается. То есть в 5 часов, в 7 часов. На данный момент у нас проводятся кружки по шитью, мягкой игрушки. Потом мы с маленькими детьми дошкольного возраста изготавливаем игрушки и поделки из бумаги, из пластилина. Также у них проходят дискотеки детские по пятницам. И у нас проходят игровые программы на улице. То есть ребята все в свое время проводят здесь? Да, они всегда стараются, бегут к нам сюда, проводят свой досуг с весельем, с хорошим настроением. Очень любят к нам ходить. Ни одно поколение воспитанников выпустил Ишоинский детский сад. Этому зданию уже 85 лет. Несмотря на столь внушительный возраст, он до сих пор выполняет функции дошкольного учреждения. Сегодня его посещают 23 ребенка в возрасте от полутора лет и старше. Практически все свое время ребята проводят в группах. У нас просто на улице достаточно мало дней таких благоприятных, что можно на улице заниматься. Особенно в зимнее время. То ветер, то снег, то еще что-нибудь. Основной такой здесь? Вот здесь, да. Вот. И... Ну тут достаточно у нас есть. Хватает? Вот я тоже хотела спросить о медитаре. Хватает, хватает. Новый детсад необходим и жителям села Несь. Сейчас он располагается в двух деревянных зданиях – 1962 и 1935 годов постройки. Это единственное муниципальное образование региона, в котором существует очередь в детский сад. Вопрос не может решиться уже на протяжении долгого времени. Конкурсы проводятся, но пока, к сожалению, нет достойного подрядчика, который вышел бы и началась стройка. В рамках визита в Несь делегация из окружной столицы осмотрела все объекты под ведомственные Департаменту образования, культуры и спорта. Мы понимаем, как задачи стоящие в рамках национальных проектов. Ряд объектов мы будем строить в рамках реализации национального проекта. Это как детский сад в Неси. Также у нас запланировано в рамках федеральных... Также с выделением федерального финансирования строительства школы в Шойне. Поэтому мы подтверждаем еще раз для себя, смотрим состояние объектов и как правильно организовать образовательные процессы, какие вообще есть острые проблемы, возникающие у работы тех или иных учреждений, чем мы можем помочь. В свою очередь, вице-губернатор Наталья Сидорова отметила, что вопрос, озвученный работниками учреждений на встречах с делегацией из окружной столицы, требует детальной проработки и дополнительного финансирования. Отрадно, что ряд вопросов, в принципе, уже удалось и здесь решить. Так, допустим, все руководители, директора школ, мы во вторник были также в ОМИ и в ПЕШе, задавали вопрос по стоимости питания в школах детей. И вчера на горячей линии губернатор уже, в принципе, дал поручение проиндексировать стоимость питания. И это не может не радовать жителей села и руководителей. Кроме того, все задают вопросы по капитальным ремонтам, стройкам. И здесь хотелось бы отметить, что в рамках национальных проектов, здесь национальный проект у нас и демография, и культура, и образование, предусмотрены проведение капитальных ремонтов как в НИСИ, так и в ШОИНИ домов культуры на перспективу. И в НИСИ в рамках проекта «Демография» это строительство детского сада, в ШОИНИ это строительство школы. Добавлю, что в настоящее время Департамент образования, культуры и спорта НАУ формирует программу «Земский учитель», которая будет направлена на поддержку и привлечение кадров для работы на селе. Как отметила руководитель окружного ведомства Лина Гущина, очень важно услышать мнение и предложение кадров, занятых на селе, ведь им эти проблемы знакомы как никому другому. Следующая поездка представителей Департамента запланирована на Восток округа. Она состоится ориентировочно в июле этого года. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Управляющая компания «Нарьинмарстрой» за многократные нарушения лишена права на обслуживание 27 многоквартирных домов. Согласно законодательству, если в течение года управляющая организация дважды допускает грубые нарушения, сведения о многоквартирных домах, по которым допущены такие нарушения, исключаются из реестра лицензий. Как следствие, такая организация теряет право на управление данными многоквартирными домами, продолжая лишь временное обслуживание до момента выбора новой управляющей организации. Перечень грубых нарушений лицензионных требований определен правительством Российской Федерации и состоит из восьми позиций. Одним из таких грубых нарушений является наличие управляющей организации за должности перед ресурсоснабжающей организацией за поставленные коммунальные ресурсы. При этом размер такого долга должен превысить две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения. По результатам проверок, проведенных Госжилнадзором, задолженность компании перед электростанцией только по судебным актам составляет 1,4 млн. рублей. Фактически же сумма долга порядка 3 млн. рублей. При среднемесячном платеже 140 тыс. рублей. При этом фактически, как мы установили, при наличии сбора с населения вот этих денежных средств, они не перечисляли эти средства в электростанцию. Значит, по факту данного нарушения мировой судья штрафал Нарьин Марстрой за допущение грубых нарушений лицензионных требований. Кроме того, есть задолженность управляющей компанией перед Нарьин Марским по КТС. Размер долга составляет порядка 4 млн. рублей. Таким образом, с 1 мая 2019 года управляющая компания Нарьин Марстрой отстраняется от управления многоквартирными домами, расположенными в городе Нарьин Мар. По жилищному кодексу, в случае, если исключается из реестра более 15% домов, то орган Государственного жилищного отзора по согласованию с лицензионной комиссией должен приступить к процедуре аннулирования лицензии такой управляющей организации. Кстати, долги населения меньше долгов самой управляющей компанией перед ресурсниками. То есть, при условии, что все оплатят коммунальную задолженность, эта сумма не покроет долг управляющей компании. По требованиям жилищного кодекса, орган местного самоуправления обязан в трёхдневный срок оповестить собственников жилья и ресурсоснабжающей организации об отстранении такой управляющей компании и предоставить возможность выбрать новую. Накануне такие собрания собственников прошли в городе. В связи с чем орган местного управления обязан уведомить всех собственников о том, что внесены изменения и в течение 15 дней созвать общее собрание собственников по выбору способа управления и выбору управляющей организации. Информация о предстоящей смене управляющей компании для многих собственников стала неожиданностью. Выбрать же новую, более эффективную компанию, а не приобрести кота в мешке непросто. Пожелание, конечно, есть, чтобы было чисто, удобно, уютно. Но у нас, видите, проблема в том, что у нас в доме только в нашем подъезде лифт. И вот из-за этого начинается у людей недопонимание, кто за что будет платить. Но сейчас более-менее людям объяснили, и уже никто не задаёт лишних вопросов. Нам надо решить самую главную проблему при домовой территории. Вот этот участок, детский участок, он, вот я тут не сильно в каких-то подробностях, но самая главная у нас проблема решить земельный вопрос. Вот с этим участком. Я, наверное, объясняю не совсем чётко. Но, и когда будет решена эта проблема, тогда уменьшится стоимость квадратного метра, и тогда оплата наша будет, ну, может быть, хотя бы приемлемой или хотя бы человеческой. Чтобы уборку делали своевременно, чтобы мы, ну, как тебе, не вызывали их делать эту всю дорогу, ну, как тебе. И вообще, чтобы чистота и порядок. После этого муниципалитет даёт собственникам двухнедельный срок на принятие решения в выборе управляющей компании. Депутат окружного парламента Анна Булатова, присутствующая на собрании, призвала жильцов осознанно подойти к выбору. Я обращаюсь ко всем жителям. Перед тем, как выбрать управляющую компанию, внимательно изучите все нюансы, которые есть у той или другой управляющей компании, потому что есть и долги. Некоторые управляющие компании выступают и выходят к людям, имея на счетах долги. Потому что мы столкнулись с долгами управляющей компании «Нарьенмарстрой», которые ударили по жителям. В случае, если собственники не примут решения по выбору управляющей компании, в том числе по причине неучастия в проводимых собраниях, управляющие организации по указанным домам будут определяться через конкурсные процедуры. Что касается управляющей компании «Нарьенмарстрой», то решение об обращении в суд об аннулировании соответствующей лицензии уже принято. В образовательных организациях округа идет подготовка к открытию детских тематических площадок дневного пребывания. Планируется, что они заработают уже с 1 июня. Кроме того, в сезон летних каникул дети смогут отдохнуть в теплых краях и заработать себе на карманные расходы. Готовность региона к реализации этих направлений обсуждалась сегодня на заседании Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих в Ненинском округе. Традиционно в первых числах июня на базе образовательных организаций региона откроются тематические площадки дневного пребывания детей. В этом году их будет 28. Ожидается, что таким образом будет обеспечена занятость и досок для 1755 несовершеннолетних, в том числе 610 детей из окружных сел. Работа площадок будет проходить 21 день. В течение дня у них будет предусмотрено двухразовое питание. Безусловно, организация, что касается кадровых вопросов, на сегодняшний день у нас идет подготовка вожатых на базе Центра развития и образования. Акцент мы делаем в учреждениях, это на семьи малообеспеченные. Есть у нас дети группы риска, на которые должны внимание обратить непосредственно школы и учреждения дополнительного образования. Но и все вакантные места будут предоставлены в порядке подачи заявлений. Ляна Храпова также добавила, что питаться дети будут бесплатно. Эти расходы возьмет на себя окружной бюджет. Кроме того, за счет казны региона этим летом будет организован отдых и оздоровление детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в отделе ПДН, детей, имеющих вторую, третью, четвертую и пятую группы здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для тех, кто не планирует выезжать за пределы региона на все лето, будет предоставлена возможность временного трудоустройства. Мы запланировали на 2019 год трудоустроить 1100 подростков. Провели анкетирование среди желающих работать в летний период и получили сведения о том, что 1334 подростка хотят бы устроиться в этом году. Из них где-то 320 человек – это сельская местность. Провели работу с организациями в округе. Это как бюджетные организации, так и коммерческие предприятия, и индивидуальные предприниматели. И, в принципе, на вот такое количество заявлений от подростков у нас есть вакантные рабочие места в летний период. По словам Павла Шевелева, предложение от работодателей, готовых предоставить временную работу подросткам, принимает Центр занятости населения. Всегда берут бюджетные организации. Это и медицинские, это и образовательные организации. Всегда, это каждый год, они помогают подросткам получить свой какой-то трудовой навык, получить денежные средства, зарплату. Это всегда участвует. Но в том числе участвуют и предприятия агропромышленного комплекса. Частные предприниматели достаточно активно тоже используют труд детей. Несовершеннолетних привлекают в основном на временные сезонные работы, уборку улиц, газонов и тротуаров, высадку цветов. Кроме того, подростки выполняют подсобные и хозяйственные работы, работу дела производителей и формируют архивы. В среднем зарплата на каждого ребенка составит не менее 20 тысяч рублей. С учетом работы на 0,7 ставки и компенсации за неиспользованный отпуск. Активные спортивные жители Ненинского округа встретились на фестивале Здорового образа жизни. Мероприятие проходит на Рьенмаре в шестой раз и стало уже доброй традицией. Площадкой для проведения спортивного праздника стал зал «Дюдс Лидер». Фестиваль Здорового образа жизни в Ненинском округе – это праздник спорта. В этом году программа мероприятия основана целиком на спортивных занятиях, фитнес-тренировке, рекомендации тренеров. Каждый найдет для себя что-то нужное и важное, возможно, точку для дальнейшего спортивного роста. Пропаганда здорового образа жизни. Здесь собираются самые активные молодежь. Очень нравится, очень всегда позитивно, активно провести выходные. Очень много позитивных эмоций, узнать много новых движений в фитнесе. И вообще подготовить свое тело к лету. Еще узнать много новых людей, познакомиться с ними. Зумбу попробовать. Никогда не пробовала. А что знаете, что-то привлекает для нас? Ну, своим ритмом, интенсивностью. А так просто на фитнес хожу – это не то, не много. На праздник приходят целыми семьями. Здесь рады всем желающим, вне зависимости от возраста. Марина и Инна вместе занимаются зумбой. Вместе пришли на фестиваль. Нужны почаще, не раз в год, хотя бы три раза в год. Нас тренируют. Гибкость растягивается, наоборот. Не становится все шире. Развитие. Тело. Да. Инна Хабарова – педагог дополнительного образования. Сегодня она ведет площадку зумбы. Тренер говорит, что этот вид спорта в регионе только набирает обороты. Считаю, что это очень сплочает. Люди двигаются, радуются друг другу, общаются. Привлекаем к здоровому образу жизни. Ритмичное движение под музыку – это не только весело, но и полезно, уверена фитнес-инструктор Инна Андреюк. Конечно, конечно. Есть и отдача, есть и эмоции. Вообще интересное мероприятие. Но оно везде, по всей России проводится. И чем чаще, мне кажется, мы их проводим, тем больше призываем людей привить привычки к здоровому образу жизни. Среди участников в основном молодежь. По мнению организаторов, необходимо привлекать к таким мероприятиям и тех, кто постарше. Ведь спорт – залог здоровья. С каждым годом у нас участников все больше и больше. Это заметно по предварительной регистрации, которую мы проводим. Безусловно, полезно. Пропагандировать здоровый образ жизни через подобные мероприятия, через подобные формы мероприятия, безусловно, более интересно, чем просто выйти, ну, например, пробежаться по городу и все. То есть здесь идет и общение, и какой-то обмен знакомствами. В здоровом теле – здоровый дух. Фестиваль здорового образа жизни – прекрасный шанс получить новые знания о собственных возможностях для тех, кто заботится о качестве своей жизни. Каждый участник фестиваля получил памятные подарки и, конечно же, огромный прилив бодрости, здоровья на весь следующий год. Ольга Руслан, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Ежегодная детская эстафета «Динамо. Веселые старты» прошла в Нарьенмаре. Десятки юных спортсменов собрались во дворце «Спорта Норд», чтобы показать свою скорость, силу и ловкость. Организаторы соревнований подготовили для них увлекательные задания – от командного приветствия до финальной полосы препятствий. В ход пошли хоккейные клюшки, мячи всех размеров, обручи, веревочная паутина и другой спортивный инвентарь. Третий год подряд поучаствовали детки нашим. Все ребятам понравились соревнования. Такие соревнования сплачивают команду, помогают каждому ребенку раскрыть свой потенциал. Кто-то, естественно, быстрее бегает, кто-то метко бросает мяч, кто-то способен удивить своей ловкостью и сноровкой. Но в конечном итоге в любом случае побеждает та команда, которая имеет не только хорошие физические данные, но и обладает все-таки умением работать в одной сплоченной команде. Несмотря на сильных соперников, дети военнослужащих и сотрудников окружного управления Росгвардии завоевали заслуженные золотые стафеты. Серебряные медали вручили команде «Форсаж», в состав которой вошли дети-судей Ненецкого округа, бронза УМВД, команды детей и сотрудников полиции. Специальных призов за активное участие в соревнованиях и волю к победе удостоилась команда «Медведи» – воспитанники Центра содействия семейному устройству «Наш дом». Медали, дипломы и сладкие призы победителям и участникам эстафеты вручила председатель «Динамо» Надежда Зубеня, пожелавшая юным спортсменам новых успехов и достижений. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды.